Современному строительству в наше время не обойтись без эффективных, высококачественных теплоизоляционных материалов, большой ассортимент которых представлен производственной компанией «Формпласт». Плюс у нашего изделия в том, что с ним легко работать, малый вес и очень хорошее качество. По сравнению с резным пенопластом, он считается не пожароопасным. То есть пласт у него пожароопасности – это самозатухающий. Компания «Формпласт» освоила выпуск продукции в нескольких направлениях. Одно из востребованных – изготовление специальных защитных транспортировочных накладок для дверей. В неделю компания производит больше 100 тысяч изделий. Введению новой линии для производства самых современных теплоизоляционных материалов и других изделий стало возможным благодаря высокотехнологичному оборудованию из Германии. Исходное сырье поставляется из Финляндии. У нас имеются все сертификаты соответствия, экологические заключения. То, что можно утеплять внутри и снаружи помещения. То есть он ни для природы, ни для человека никакой вреды не несет. Процесс изготовления пенополистирола многоэтапный. Исходное сырье в виде мельчайших гранул, похожих на сахар, подается на участок вспенивания и загружается в бункер. Там оно обрабатывается насыщенным паром. Во время этой процедуры гранулы пенополистирола увеличиваются в 50 раз. Затем они попадают в сушилку и селосонакопители, где вылеживается определенное время. Потом с помощью пневмотранспорта масса поступает в формовочный автомат, где под мощным воздействием пара и происходит спекание в нужную форму. У нас разные изделия. В основном у нас идут дверные накладки транспортировочные на двери и фасадный утеплитель, теплые полы. Готовую продукцию вывозят на склад для окончательной просушки. А на следующий день изделие упаковывают, и оно уже готово к отправке. Продукцию предприятия охотно приобретают как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Среди них довольно известная крупная фирма «Рено». Изделие из пенополистирола – это качественный экономичный материал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова